Сельское хозяйство подвела погода. Собирать урожай это осенью тяжело особенно. Все время льют дожди. Но сбоев, говорят чиновники, удается избежать. Собрано больше половины урожая овощей, картофеля и кукурузы. Убрали 43,5 тысячи гектаров зерновых. А это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. По сравнению с другими регионами ЦФО, мы на хорошем счету. Знаете, прекрасно, что зерновые убирают дождь, это крайне тяжело. И мы немножко затянулись в связи с тем, что техника не могла войти в поля долгое время. Но тем не менее, тот год был у нас рекордный. Я думаю, в этом году у нас урожайность будет где-то на уровне 25-25,5 сантиметров с гектара. Что очень неплохо. То же самое и с молочными хозяйствами. Во-первых, в этом году 8 владимирских производств вошли в топ-50 крупнейших по стране. Во-вторых, как они переживут эту зиму, тоже уже ясно. В этом году для скота заготовлено столько корма, что излишки, возможно, даже отдадут другим регионам. Еще одна новая статья экспорта – грибы. Правда, эта идея пока только в разработке. Возможно, в области создадут грибоварни, чтобы поставлять продукт за границу. Большое количество грибов скупается, просто выводится и в охлажденном виде из области. То есть просто дикоросы собираются, и мы с этого ни налогов, ничего не получаем. Ну, только непонятную занятость людей какую-то, небольшую. Но хотелось бы, чтобы хотя бы начать этот процесс, и налоги оставались на территории Владимирской области. Возможности сельского хозяйства региона обсуждали и на прошедшем экономическом форуме в Сочи. Отметили, что экспорт в нашей области растет год от года. Кстати, во многом развить производство, по мнению губернатора, удалось благодаря санкциям. В области, к примеру, удалось заменить швейцарские сыры. Мы два завода по производству сыра, благодаря фонду МСП делаем. У нас на последнем заводе менеджеры из Швейцарии. И сыры, кстати, ничем не хуже. А те, кто пробовал сыры Джона Копински, так они сегодня мирового уровня эти сыры. Еще одна победа для сельского хозяйства – открытие экспортного центра во Владимирской области. Эту тему тоже обсуждали в Сочи. Наш центр станет филиалом федерального. Он даст возможность нашим предприятиям бесплатно поставлять товар на зарубежные рынки.